МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Сегодня вашему вниманию представляется выпускной спектакль Академии русского балета имени Вагановой. В 21 веке моя задача как ректора несколько по-иному подходить к выпускным спектаклям, нежели, может быть, во многом делали мои недавние предшественники. Я постарался вернуться к истокам, к тому, как это делалось и в начале 20 века, и даже в середине 20 века, когда была Грибин Яковлевна Ваганова, когда не просто делалось концерт какой-то, а создавались спектакли. И этот шаг сделан абсолютно целенаправленно. Потому что я считаю, что наша задача растить не просто концертных исполнителей, не просто человечков, которые дергаются, дрыгаются на сцене бездумно, а артистов, которые создают образы, которые учатся для того, чтобы делать и создавать новые роли, которые должны прекрасно понимать, как им повезло, с одной стороны, учиться в таких прославленных стенах, а с другой стороны, и выступать в этом легендарном театре. Потому что сейчас мы находимся в Мариинском театре, в одной из самых главных колыбелей настоящего классического искусства. И вся программа нашего сегодняшнего спектакля мною построена на шедеврах, которые были поставлены выпускниками академии в начале XX века. Весь первый акт посвящен творчеству Михаила Ивановича Глинки. В этом году исполняется 180 лет со дня первой постановки его легендарной оперы «Жизнь за царя», которая, в принципе, перевернула отечественную культуру во многом, потому что именно с этого спектакля начинается история русской оперы. Вы увидите картину «Польский бал» из оперы «Иван Сусанин» версии 1939 года, поставленной выдающимися выпускниками академии Сергеем Коренем и Андреем Лопуховым, которые восстанавливала профессора академии, выдающаяся характерная примадонна Мариинского театра Ирина Георгиевна Генцлер. Полностью мы создавали вместе с художником Мариинского театра Татьяной Ногиновой костюмы по эскизам Федоровского и пытались создать ту атмосферу, которая царила на сцене в те времена. Также для того, чтобы как-то сделать работу более полноценной и отдать дань памяти Михаила Ивановича Глинке, мной была восстановлена картина «Волшебные сады Наины» из оперы Руслана Людмила. Эта хореография поставлена тоже выдающимся выпускником академии Михаилом Фокином в 1917 году. Это была первая премьера после революции. И вот на следующий год этой хореографии и этому спектаклю будет 100 лет. Те костюмы, которые вы увидите на танцовщицах, они сделаны по эскизам замечательных художников Головина и Коровина. Во втором акте будет показан балет «Болеро». Эта хореография тоже одной из выдающихся выпускниц академии Брониславы Фоминичны Нежинской. Спектакль поставлен в 1928 году в Париже для сцены парижской оперы на Иду Рубинштейн. Именно Ида Рубинштейн заказала музыку Равелю, заказала декорации и костюмы Александру Бенуа и хореографию Бронислава Нежинской. И завершает наш спектакль замечательный балет, который мы делали к 150-летию Льва Бакста, который в этом году отмечает весь мир. Конечно, мы не могли остаться в стороне, потому что первую свою работу для балета Лев Бакс сделал именно здесь, в Петербурге. Сначала это был небольшой спектакль для Эрмитажного театра. И затем, после того, как этот спектакль очень понравился Николаю II и его супруге, практически за месяц был перенесен на сцену Мариинского театра для того, чтобы впервые великие княжны Ольга и Татьяна посетили театр в 1903 году. И это был бы их первый выход на балет «Фея кукол». Этим спектаклем открывалась новая эра в Мариинском театре, новая страница в эпохе этого замечательного театра. На сцену одновременно выходило очень много известных на тот момент артистов. Саму «Фея кукол» исполняла Матильда Кшесинская, Пьеро были Сергей Легат и Михаил Фокин, китаянку исполняла Агриппина Ваганова, испанку танцевала Анна Павлова, и также много-много-много известных и выдающихся артистов того времени принимали участие в этом спектакле. Это был первый триумфальный спектакль «Братьев Легат». А для выдающегося балетминистра Мариуса Петиба это был последний день его работы в Мариинском театре. На следующий день после успеха «Фея кукол» он получил извещение об увольнении. Весь сегодняшний спектакль – это не только прославление выдающихся выпускников академии и поднятие престижа нашего учебного заведения, но и также дань памяти русской культуре, потому что эти спектакли оказали огромное влияние на весь ход истории культуры во всем XX веке. Но и моя задача еще была, чтобы учащиеся понимали и ценили то время, которое они провели в школе, чтобы они не просто так относились к русской культуре, тому, чему их учили в родных стенах, а чтобы они дальше, независимо от того, в какой театр они попадут, несли бы это искусство всю свою жизнь. Так что я с большим удовольствием приглашаю вас в Мариинский театр на 274-й выпускной спектакль Академии русского балета. Мы рады приветствовать вас в Мариинском театре. Сегодня у нас особый спектакль. Мы показываем вам огромную работу, очень важную, очень интересную. Сегодня вы увидите спектакли, о которых скажет Николай Зискоридзе. А мне хочется подчеркнуть важность совместной работы огромных творческих усилий и мастеров Мариинского театра, и замечательных педагогов, профессоров Академии имени Вагановой, которая десятилетиями ведется здесь, в этом замечательном городе, во славу укрепления традиций великого русского балета. Я хочу пожелать успехов всем выпускникам, вообще всем, кто трудится в столь важном учебном заведении, прославленном на весь мир. Мы намерены укреплять наши связи и хранить бережно традиции, которые перешли к нам от великих наших предшественников и обязательно перейдут к будущим далеким поколениям. В этом году 274-й выпуск нашей Академии, которой уже 279 лет. Наша сегодняшняя программа рассчитана прежде всего подчеркнуть величие нашей культуры и показать всем, что Мариинский театр и школа всегда были, есть и будут вместе. И я от своего лица и от лица всех служителей нашей Академии хочу выразить огромную благодарность Валерию Бесаловичу вам и всему коллективу Мариинского театра в помощи в восстановлении этих хореографических шедевров, которые вы сегодня увидите. Спасибо вам большое. Я очень надеюсь, что нашими общими усилиями эти спектакли войдут в репертуар Мариинского театра, по крайней мере, Валерию Бесаловичу. И мной сделано все, чтобы эти шедевры остались в этих великих стенах и всегда прославляли наше искусство. Спасибо.